Утро на Елисея Моя милая, хорошенькая такая. У все Волододома уже живут улитки-охотины, но мальчику этого мало. Я очень хочу завести себе крысу, потому что она мягкая, пушистая. От нее не так уж сильно пахнет, как от хомиков. А как бы ты о ней заботился? Ну, наливал водичку в поилку, подсыпал стружку и давал покушать. Часто мелких грызунов покупают детям. Но далеко не все готовы относиться к усатым друзьям так ответственно, как в Севолод. Ветеринары рассказывают, что каждый день им привозят пациентов, которых забыли покормить или вовремя не заметили симптомы серьезных заболеваний. Это не игрушка, ни крысы, ни хомяки. Очень часто, к сожалению, к нам в клинику тоже обращаются. Чаще всего это все-таки с хомяками, которых уронили, придавили книгой, наступили и прочие-прочие вещи. Опытные крысоводы подходят к делу со всей серьезностью. У Лилии в квартире оборудована целая комната для ее девяти крыс. Самая населенная клетка. Здесь у нас живут пять девочек, четыре сестренки и вот их старшая наставница. Чистая вода, свежая еда, место для того, чтобы побегать, попрыгать. Ну, для этих целей, собственно, клетка большая и ежедневно мы их пускаем менять на кровать. Обязательно общение с человеком. Ну, вот, вы видели, как они сразу побежали к хозяину, как только мы открыли дверку к клетке. Хозяйка рассказывает, у каждой крысы, несмотря на размер, есть свой характер. Вот клюквочка. Она очень общительная и всегда старается привлечь к себе внимание. Ее сестра Малинка нежности и не любит. Для нее главное получить лакомство и скорее убежать обратно в норку. Есть в клетке и главарь. Крыса, которая не позволяет никому ругаться и всегда первая приступает к обеду. Это только с виду, а не все на одно лицо. Точнее, морду. А вы посмотрите. Видите разницу? Черный носик, черные глазки. А это, как я ее называю, мой лабораторный клон. Любим носик. Кроме того, что за этими шустриками нужен глаз да глаз, они еще часто болеют. Крысы-девочки расположены к появлению опухолей. А у мальчиков часто возникают проблемы с желудком. Посмотрите, сколько тонкостей. Безответственно относятся к грызунам не только дети. Часто взрослые и, казалось бы, нормальные люди перекладывают заботы на общественников. Не единожды были случаи, когда к нам обращались с просьбами, вот, заберите, пожалуйста. Причем очень часто не сами люди, которым, ну, вот так случилось, что им животное больше не нужно. А неравнодушные, которые так или иначе узнали о сложившейся ситуации. Потому что очень много раз была такая ситуация, когда выпускались в подъезд крысы, выпускались куда-то в лифт. И это еще даже не самое страшное развитие ситуации, потому что намного хуже, когда декоративную крысу выпускают куда-нибудь в подвал. Потому что у нас распространен миф о том, что крыса декоративная спокойно приживется в стаи диких. Если вы все-таки решили завести себе лариску, вам понадобится купить просторную клетку и смастерить в ней домик. Крысы любят укромные места. Зверька нужно выпускать погулять не менее, чем на час в день. Чтобы от этого не страдали провода и шнурки, лучше выделить для прогулок специальную зону. Каждый месяц, помимо корма, покупать грызуну лакомство, раз в полгода водить к ветеринару. Узнали все о крысинной жизни Софья Лупинина и Константин Шубкин.